Здравствуйте! В эфире информационный выпуск День за днём в студии Олег Соловьёв. Смотрите сегодня в программе. Запасы впрок. Хватает ли продуктов на полках магазинов? Смотри, что творит. И он это снимает, якобы это последнее, и он всё покупает. Подводному флоту России 114 лет. Мудрость и флотский оптимизм не дадут этому проклятому вирусу побороть ваш инстинкт. Несколько ироничное отношение к коронавирусу в начале зимы, как к чему-то далёкому и маловероятному, резко сменилось в марте. В ожидании худшего некоторые россияне отправились в продуктовые магазины. Под горячую руку попали крупы, антисептики, туалетная бумага. Пустые полки начинаются. Что у нас здесь? Табличка «Товар в пути». Подобные видео несколько дней назад стали главной темой для обсуждений. Вид пустых полок в супермаркетах, в том числе и в Москве, заставил задуматься о проблеме коронавируса даже заядлых скептиков. А тут была туалетная бумага. Была. Крупы, туалетная бумага, антисептические средства. Судя по подобным видео, предметы первой необходимости пользовались повышенным спросом. Отголоски продуктовой истерии были слышны на Смоленщине уже 18 марта, аккурат в день обращения губернатора области. Для предотвращения распространения данной инфекции на территории нашей замечательной области я подписал указ о повышенной готовности. В Десногорске соцсети стали ареной для споров тех, кто не мог найти вожделенные продукты ни в одном магазине и тех, кто этой проблемы даже не заметил. Люди, что вы делаете? В магазине, даже в Якимовичах нет гречки. Вы что, к войне готовитесь? Раскупили всё. Лежали только макароны из круп. И из мяса только фарш и куриные грудки. Остальные холодильники были пусты. Люди, ну какой голод? В магазинах есть всё. Ну что за паника? Сводками с полей стали видео из магазинов Десногорска. Но о масштабах продовольственного кризиса и вообще о его наличии по ним судить было сложно. Тот самый момент, когда каждый видит то, что хочет видеть. Сегодня, спустя чуть более недели, тема нехватки продуктов далеко не в топе обсуждений горожан. Был ли дефицит на самом деле и где именно, уже мало кто припомнит. Всё хорошо. Людей вообще не прибавилось, не уменьшилось. Всё стабильно. По товару всё есть. Каждый день у нас идут поставки. У нас ничего не поменялось. Паники среди покупателей нет. У нас всё есть в наличии. Всё в обычном режиме. Небольшой магазин у дома или супермаркет, если где-то и была сиюминутная нехватка продуктов, то значимость этого, похоже, была преувеличена. Но в условиях сложной эпидемической ситуации этого оказалось достаточно, чтобы стать триггером панических настроений. Не верьте слухам и доверяйте только официальной проверенной информации. И она в большинстве своём не в социальных сетях. Смотри, что творит. И он это снимает, якобы это последнее, и он всё покупает. Вот из-за таких кризис у нас и наступает. Смотри. А теперь он всё назад будет раскладывать. Нормально? Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, ГЕСНАТВ. 19 марта считается официальной датой рождения подводных сил российского флота. В этот день по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включён новый класс боевых кораблей – подводные лодки. Памятную дату отметили в Десногорске. День моряка-подводника – один из самых значительных профессиональных праздников. Это событие – повод для встречи тех, кто так или иначе имеет отношение к морскому миру. В Атамграде это Десногорское морское собрание. С первого дня и до сегодняшнего дня, когда служат наши товарищи на лодках, никогда не было легко служить на подводных лодках. Когда бы она ни была. С честью противостоять трудностям в правилах этих мужчин. Их физическая и психологическая закалка и сейчас остаётся примером. Наравне с привычными поздравлениями с праздником были и напутствие на злобу дня. Очень надеюсь, что мудрость и флотский оптимизм не дадут этому проклятому вирусу побороть ваш инстинкт, пробить его. Что вместе с вами встретимся ещё не раз здесь. Местом встречи стал памятник погибшим морякам всех поколений. В нём заложено несколько символов, присущих морскому братству. Гранит, твёрдость и сила духа, чайки, души погибших моряков. Якорь – символ морской профессии. Камни – земная твердь, к которой стремятся моряки. Памятник построен в честь всех моряков, которые погибли как в мирное время, так и во время войн. И Первой мировой, и Второй мировой войны. Финалом митинга стало возложение цветов. Десятки гвоздик остались на монументе как символ памяти и дань вечного уважения. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 27 марта в Десногорске переменная облачность, температура днём плюс 10, ночью минус 1. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьёв. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»